Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 940. События дня. Серахов 7.39. Во всех делах Твоих помни о конце Твоем, и вовек не согрешишь. За 13 июля 2018 года. Какие у нас события? Больше полдня боролись с колорадским жуком. Все объедают. Тысячи, если не сотни тысяч жуков, личинок. И откуда берется, как будто бы кто их просыпал. Да будылька в стебле, все съедают под корень. Ну вот пошли с тазиками, там 8 или 7 тазиков. Куда их показано, как мы их затаривали в пятилитровые. Такие бутыли, как бы, заворачивали. Помогали тут и дети. Потом мы боролись, опять же борьба с лопухами и другими там крапивой. Взросший домик был. Татьяна Капустина. Дает знать о себе, что все не хорошо. Вот так. Из Барнаула звонит. А здесь мне в 4.40 Володя Паченко дает сигнал, если я не на ногах ищу. Вот так в работе прошел день. Все благополучно. Беседы были тут. Слава Богу. Вот пишет. Дорогой наш отец во Христе Игнатий Тихонович, сегодня после длительного состояния, когда постоянно было тяжко на душе, наступил покой. Каждый раз, когда читаю Евангелие и Псалтырь, вспоминаю тебя. Так и сегодня, прочитав послание апостола Павла Галатом, усмотрел в нем несколько срочек, относящихся к тебе. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу ныне по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Дальше приводит про Таире Андрея Ткачева. Тут буква пропущенная. О Библии и воскресных службах в жизни человека. Ну, хорошая проповедь. Там, говорит, Илья Пророк, отвинчивает вам голову. Галатом 5, 24. Есть те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Это про тебя, Игнатий Тихонович, и мне это радостно. Сегодня 3-го, 7-го, 18-го, после судебного заседания по обвинению моего бывшего руководителя. Дальше читайте сами. Мне считать неудобно. Игнатий Таире Андрея Ткачева. Игнатий Ткачева. Игнатий Ткачева. Игнатий Таире Андрея. 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 Продолжение следует... Ну вот так. Вон большое письмо, которое ему написал там кто-то священник или от митрополита, оправдывая вот это мощение лбов, ненаученность, все оправдывает, все. Видно, что веры нет у людей, которые должны руководить другими. А Сергей ему приводит все места соборов, каноны, Писания. Тут ничего нет. Именно вот подгоняют и не понимают даже. Мне тоже пишут, это сорока раз. Господи, помилуй, оно оправдано. И сравнивают с тем, что там Хананьянка кричала. То ли вообще нарочно пишут, я никак не пойму. Ну что, непонятно. Это Господь был здесь. За Бога его не считали. Считали, что идет пророк. Ну это-то почему не берете во внимание-то? Все, которые здесь кричали неоднократно или просили его, он не отвечал-то. Речь шла о том, что они к нему обращались как к простому человеку, обладающему даром исцеления. Ничего, понятия о Боге и апостолах даже не было. Это Фома впервые сказал, Господь мой Бог. Ну это-то можно увидеть-то. И они как к простому человеку, который не отвечает. А так и обращались многократно, прося, потому что исполнения исцеления не было, раз он не отвечал. Здесь-то вопрос идет о душе, Господи помилуй. О душе, о молитве к Богу, к Богу, не просто к кому-то. Ну тут вообще нечего толковать. Господь говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. А к Богу обращение показано в Святой Библии. Нигде дважды не прерывается даже на три. Дважды, Господи мой, Господи, все. Здесь 40 раз, у армян 100 раз, а вот поэтому мы 40 раз говорим. Да никто не думает об этом. В этом думать, Господи помилуй, что Бог глухой, Бог. Разве Он глухой, что Ему нужно повторять 40 раз. Да и о Боге-то никто не думает, про трещат только. Как Григорий Богослов говорил, как галки. Трещат черные. Ну и сравнивают одно с другим. Я не пойму, то ли насмехаются надо мной, то ли что тут непонятно-то. 40 раз, Господи помилуй, не вери. И сколько раз, там 12 раз. Это не вери Богу. Воззови ко мне. И услышу тебя, я отвечу тебе. Приходящего ко мне не изгоню вон. Хорошо ли брать, отдать там псам. Это на земле. В вечности этого нет. А Господь вечен. Мы обращаемся к вечному Спасителю, единому во Святой Яраздельной Троице. И все понятно. И нигде таких молитв никогда не было составлено, чтобы 40 раз здесь на земле к Богу обращаться, трещать. Не задумываясь о Боге. Тут и думать некогда. Обман, сплошной обман, неверие. Человек верующий, а не от ума поступающего, он не будет делать. Воззвал, Господи помилуй, ждет ответа. Господь говорит, воззови, я услышу тебя, отвечу, омою и прочее. Жертва его вечная. Поэтому тут отвечать, о чем отвечать-то, я даже не знаю. Ну, не веришь там, ну и говори 40 раз, не веришь. Никакого оправдания нет этому. И объяснений никакого нет. Никакого. Они не могут разделить время земной жизни. Если Христа мы знали по плоти, то отныне не знаем, Павел говорит. Знали, а отныне никого не знаем по плоти. Знали, что он уставал, плакал, прослезился, есть, хотел пить. Там нет ничего этого. И поэтому к Богу достаточно воззвать, друг за друга сказали, ходатайствуем, молимся. Я такие письма получаю неоднократно. И вот они все эти каноны попрали, потоптали. Ну, до 30 лет рукоположных. Какое вы правило найдете, чтобы можно подставлять в 17 лет и другие? Где, какое? Это 6-й Вселенский собор. Почитайте, сколько там было людей. Да и какая нужда. А никого нет такого. Ну, раз вы мальцами заняли, никого не в кого ставить. Куда его ставить-то? Заловлю счастья и щенов. Вот с Украины все лезут. У нас тут один был и говорит, вот с нашего села, там, кажется, 67 священников. Ну, явно дело, что работать не хотят. И приезжают сюда бритые, толстомордые такие, ноги, даже рисуют иконы, как стульцы. Как протопоп Авакум их обличал, говорил. Стоит иеромонах, и рядом жена и дети. Сейчас, как Зоя Крахмальникова говорила, если епископ не женатый, это уже достижение. Ну, что Андрей Кураев говорит? А куда залезли-то? Потому что не работаете. Вот с нами приехали бы сюда, поработали с нами вместе-то, и всякая дурь-то эта вылетела бы не из головы, говорит, а из башки, как Маяковский говорит. С ледяного в башке. А чего тут отвечать-то? Этих и поминают Схиархи Мандрита, Зосиму. Пожалуйста, название Схиархи и все это. А на самом деле идите по всему миру. За стены спрятались, проиграли. Мусульманство 2 миллиарда проиграли. Не могли дойти здесь, где узбеки, где татары. Это они после пришли. Сидели за церковными стенами. А Татарстан и все остальное мусульманское. До Китая ни одного даже как будто бы не было нигде. Но антихристианское учение, которое говорит, никому не надо проповедовать, кому надо, тот сам придет. Где это есть такое? Когда уверуете, соберитесь в кучу и сидите там на пупки свои смотрите. Явно дело, что отступление от Бога, от заповедей, результат показан здесь. Никуда не идут. И сегодня так. Только чтобы никто не говорил. Каноны попраны. Повторяю, из 719 действующих правил, сегодня в патриархийных храмах нарушается. 413. То есть 57 процентов. И вообще никаких оснований нет для этого, чтобы не погружать в полное погружение. Рядом, в этом же городе, везде, все абсолютно старообрядцы, сохраняющие старый благочестивый обряд, крестят только в полное погружение. Ни одного за время разделения от Никона за 350 лет не мочили. Беспоповцы. Там более 50 названий, наименований. Ну и как идти-то? Неверующие. Совсем неверующие. Все сектанты, баптисты, адвентисты, там свидетели Иеговы называемые, все крестят полное погружение, кроме православных наемников. Не крестят, а католичные. Потому что там у них униатство было на Украине. Оттуда вся эта зараза ползет. Всякие ереси, все оттуда. Москаляку на еляку. Доигрались. Ничего нет. Поэтому отвечать на это как, когда все попрано? Неверующие, отвернись от него и иди своей дорогой. И когда люди, ащи не крещен, крестят, прям трясутся. Это попрали. Второе. Ну, первого-то не было. Какое второе крещение? Ну, не было. Как попало, все делается. И литургия вскачь. Оглашенные из-за деятелей произносят. Нету, не знают, что такое оглашенные. Вообще ничего нету. Фикция, форма одна. И без храма он не знает, что. А у нас приезжал отец на ум. Мой крестник еврей обратился у патриарха Ильи Второго. И прямо в лесу шла литургия. Свечки прямо на дерево приклеивают. Первое христианство проверяют. Вот у нас подготовка к окрещению 500 часов. 500 полных академических часов. Ну, не 5 минут, не 50 минут. Люди-то ничего не знают. И зачем? Чтобы не болеть. Экзамены сдать там еще что-то в армии, чтобы не устукали. Еще нету слепота. Найдет ли веру на земле? Какую веру? Их вер много. Значит, как какое-то определенное вере? Найдет ли? Найдет где-то отдельно. И при том гонители страшные, лютые. Это внешняя вода, это обряд неважный. Песком можно, слюнями можно. А почему не мочой? Написано от воды и духа. Воды боятся. Боятся попы воды. Но это одержимость бесноватых. Укушенных бешенными волками, лисами. А не воды. Фобия. И поэтому... А с кем разговаривать? У меня опыт ни день, ни два. Ну, почти 60 лет. И сколько же я буду доказывать это? Всех святых отцов проверил. Я 40 лет собирал материалы эти. Только крестить за нас. Патриарх держит ребенка. Держит ему, он голову мочит. Ну, почему? Ну, он сам так крещен, очевидно. И это ставят. Они даже ни во что не ставят. Заодно это он отлучен, должен быть уже. Отлучен, то есть со снятием сана. Извержен написано. Развратители умов. Как Тютчев писал. Искажение слова. Ни стыда, ничего нет. Он издевается над народом. Народ-то он тупой. Экономцев Ян говорит. Так вы его таким сделали тупым. Ни в одном собрании, ни один еретик не скажет, что народ тупой. И они его учат. У каждого в руках Библия. Здесь у него вообще нет Библии. Вообще. А зачем Библия? В чем? Баптист из Библии носится. С православным вообще не о чем говорить. У него все закончено. От храм, храм, храм. Говорите, храм Господень. Не останется камня на камне. Забыли. И вечности храма не будет. Учитесь ходить в храм другой. Во Христе Иисусе. Ибо Господь есть храм. И вы храм Бога живу. Вы сами. Вот. И на этом все. Да благословит Господь. Жить по заповедям евангельским.